здравствуйте дорогие друзья мы отвечаем на ваши вопросы и было у нас несколько сюжетов про лекарственные растения и вот еще очень просили рассказать про экзотические культуры многие из которых тоже считаются лекарственными и сегодня у нас будет рассказ об одном из таких растений семена сейчас можно приобрести в продаже я еще о чем хочу вам сказать что у нас есть вот такое издание который называется волшебная грядка и в нем мы печатаем статьи посвященной совершенно разным культурам и вот об этом экзоте тоже у нас будет статейка а вот в этом номере посмотрите у нас про шелковицу есть статья как ее выращивать в нашей средней полосе потому что это тоже своеобразная экзотика для нас южные растения вот какие особенности у шелковицы есть можно там все это почитать а сегодня мы поговорим с вами вот об этом растении называют ее и бешеной дыней и плоды императора и горькая дыня и молодильная ягода еще массу всевозможных названий можно привести а правильное название это мамордика или мамордика вот сразу об этих двух вариантах произношения по латыни ударение на второй слог мамордика но у нас средней полосе как-то вот принято называть именно мамордика и я от скольких своих знакомых слышала кто ее выращивает в магазине мне эти семена принял предложили именно как мамордика а на юге и называет мамордика то есть вот тут как вам понравится так и называйте суть от этого не меняется это растение из семейства тыквенных лиана можно выращивать и абсолютно также как например огурцы средней полосе выращивать только рассадой и сажать в теплицу на юге на украине в ставрополье это уже лиана растет и вьется и по заборам и вдоль беседочек ее сажает и даже без всякой рассады она вырастает то есть успевает там вот хватает ей тепла чтобы созревал достаточно много плодов и они доходили до своей хороший такой зрелости так что же уникального вот в этих плодах почему столько названий у этого растения вот мы сейчас об этом с вами поговорим вообще говоря вот древние названия они очень точно отражают те свойства которые только сейчас учеными были открыты вот например название молодильные ягоды оказывается в плодах вот этой мамордики были открыты вещества которые препятствуют старению организма антиоксиданты их называют и препятствует развитию раковых клеток еще другое название это плоды императора и раньше считалось что эти вот плоды они посланы богом и дозволялось их кушать только императором и вот конечно они хотели жить долго поэтому у них вот эти плоды были всегда на столе употребляют и зеленые плоды вот как здесь на упаковочке употребляют и зрелые плоды и по внешнему виду они очень здорово отличаются вот в зеленом виде эти плоды тушат их подают как гарнир каким-то мясным блюдом например да или тушат все вместе с мясом причем вот горьковатый вкус который имеют зеленые плоды его убирают перед готовкой точно так же как мы раньше сделали с баклажанами то есть мы их резали присаливали каким-то образом потом промывали либо сразу их замочить в соленой воде и какое-то время выдержать только после этого вот тушит эти зеленые плоды а дальше еще почему называют дыней вот бешеные дыни говорят да потому что плоды у мамордики они при созревании имеют желто-оранжевый яркий цвет как у дыни но они вот эти плоды покрыты такими выростами как шипы или буграми и вот из-за этого ну как вот бешеные дыни да кроме того еще при созревании плоды трескаются на самом растении и обнаруживается что внутри вот этой желтой мякоти достаточно толстых не мякоть это по сути делал вот кожица такая уже при созревании получается там яркие красные находятся семена они в такой сочной блестящей оболочки она очень аппетитно выглядит и семена эти очень напоминают гранат отсюда еще одно название индийский гранат гранат вы тоже знаете что очень полезные растения вот в этих семенах в оболочке тоже на найдено очень много всего ценного это и витамины это и очень много железы поэтому при анемии их принимают считается что полезно очень давать больным которые ослаблены тяжелой болезнью или после операции видите сколько назначений у этого плода еще очень полезно мамордика тем кто страдает диабетом потому что и плоды и вот эти семена они обладают гликемическим эффектом то есть они снижают сахар в крови вот сколько полезного у этих плодов считается что и сами зеленые плоды полезны и мякоть вот это вот оранжевые при созревании полезно но самое целебное это вот семена вот это вот сладкая оболочка и листья даже употребляют и рецепты можно в принципе поискать в интернете делают настойки различные из всех вот этих компонентов и употребляют тоже вот в интернете есть ролик там одна женщина рассказывала про то как она применяет это это растение от проблем с желудком у нее поставили диагноз язва желудка и вот она лечилась частности вот этими плодами тоже показывал там вот эту настойку из оранжевых шкурок теперь как вырастить вот эти вот еще плоды более подробно рассаду нужно также готовить как у огурцов она не должна перерастать то есть несмотря на то что это теплолюбивые растения даже более теплолюбивые чем огурцы не нужно чтобы рассада перерастала тогда плодобношение наоборот только задерживается потому что в помещении где-то вот эти все тыквенные культуры они очень страдают от недостатка света они вытягиваются и вот этот тонкий стебелек пока он наберет силу это проходит время это только оттягивает подношение поэтому крепенькие растения высаживаем в возрасте не больше 25 дней после этого мы ухаживаем точно так же как и за огурцами подкармливаем поливаем мульчировать почву очень полезно поднимаем вот этот стебелек на шпалеру как мы в теплицах делаем с огурцами да и ждем плодов плоды созревает достаточно поздно а если у огурцов мы уже в июне имея плоды то вот на морде к она созревает где-то в июле но дальше вот когда начинается тоже созревание она такой уже носит массовый характер там вот эти зеленцы будем говорить да они достаточно быстро накапливаются и созревает до желтого состояния вот еще про вкус очень интересная вещь то есть если вы хотите попробовать тушеные вот эти вот плоды да кстати их не только тушат кубиками как рагу до овощное но еще и фаршируют как перцы вот то есть вы замочили в соленой воде и дальше можете фаршировать как перцы вот но употребляют еще вот в полной спелости именно дожидаясь когда там созреют вот эти ягоды и там именно из-за ягод ну то есть вот эти семена в оболочке да уж их так просто называют ягоды то есть их вот едят мнение очень разные одни говорят что ну такие вкусные вот эти семена в этой оболочке такие сладкие дети очень любят не могут дождаться когда вот пожелтеют эти плоды другие говорят что совершенно безвкусные и как трава и ради чего там выращивают эту мамордику вообще непонятно а вот в чем суть если перезреют только эти плоды и вы дождались когда плод треснет вот здесь вот и происходит то есть семена эти становятся безвкусными а они не теряют своей полезной ценности да то есть лечебные свойства вроде бы все там остаются а вот вкус сахара там каким-то образом исчезает а так вот кто пробовал в такой нормальной спелости вот эти семена вот эти ягоды будем говорить да они напоминают вкус курумы сладкие очень а кто-то говорит даже как конфетки сладкие это же один ролик можно посмотреть там женщина ест и нахваливают каждую ягодку и причмокивает ой как вкусно вот видите очень даже интересно вырастить такие плоды семена вот видите здесь есть четыре всего семечка но схожесть бывает достаточно хорошая перед тем как посеять нужно их замочить обязательно сажать каждое семечко отдельно в стаканчик а потому что переносит пересадку плохо это мамордика у нее очень такие ранимые крышочки и вот сажать нужно уже из горшочка из каждого там в теплицу заглублять можно как все тыквенные до семидольных листочков вот собственно говоря с выращиванием больше ничего сложного нет еще вот знаете какой момент иногда не удается прорастить семена вы смотрите пожалуйста на дату на срок годности потому что вот такие экзоты бывают задерживается на прилавках не не быстро их раскупают и там вот эти вот сроки могут быть уже пропущены до особенно в каких-то маленьких магазинчиков и там с хожестью конечно теряется можно замочить в каких-то стимуляторах например хороший стимулятор бутон вот в нем можно замочить можно в теплой водичке подержать какое-то время но долго держать нельзя иначе вот эти семена они осклизняются это же это на всхожесть ничего хорошего это не дает немножко подержали там скажем 3-4 часа и после этого можно высаживать вот под баночку пленочкой накрыли чтобы влажность у вас там побольше было и следите если это свежие семена то всходит очень быстро вот со старыми я говорю можно вот замочить в каких-то стимуляторах а потом на самое светлое место очень хорошо если вы будете сразу выращивать например в теплице да то есть если у вас солнечные повезло вам с погоды солнечные дни такие теплые без минусовых температур потому что не терпит отрицательных температур нисколечко и вот посадите и будет у вас расти так такое растение еще про лечебные свойства этой мамордики вот знаете нужно принять применять курсом каким-то да вот если конечно вы один плод там съели и думаете что ха сразу я излечусь скажем от диабета нет такого не будет поэтому сажают например на пробу одно растение а первый опыт у вас например не очень удачные не можете вы как-то хорошо поухаживать за этим растением мало плодов получилось поэтому тут такого эффекта лечебного не будет сажать хотя бы два-три растения это кстати сказать вам и напыление тоже очень хорошо будет сказывать потому что это перекрестно опыляемые растения пчелками опыляется вот еще один момент тут вот какая сложность средней полосе мы сажаем в теплице а в теплице не очень хорошо летят пчелки поэтому вы уж пожалуйста там подстрахуйтесь и кисточкой возьмите и перенесите пыльцу с одного растения на другой тогда и завязываемость плодов будет лучше и сами плоды кстати сказать они будут и покрупнее тоже вот еще что я не сказала об этих плодах я говорила что вот бешеные дыни до от того что такие острые выросты на этом плодике а вот еще существуют вот такие плоды они более гладкие то есть острых выростов у них нет это так называемые овощные виды и вот в юго-восточной азии именно их чаще всего и продают то есть не колючую вот эту вот а сглата с более гладкими плодами просто ее удобнее готовить потому что понимаете сами да что если вы колючий папа тушите то не очень удобно есть их надо эти колючки будет срезать так я сейчас посмотрю я много тут себе чего понаписала да вот еще эти плоды они ускоряют обмен веществ и очень полезно для тех кто следит за своим весом а также хочет похудеть например выводит и холестерин и токсины выводит из кишечника то есть опять же вот для пожилых людей это очень важно у кого бывают проблемы со столом с регулярным от геморрой очень хорошо помогает то есть видите список полезных веществ очень очень большой и вот действительно может быть стоит попробовать вырастить такое растение еще один момент вот у нас в нижнегородской области в нижнем новгороде точнее библиотеке ленина проходят курсы для садоводов любителей 10 февраля 2018 года там будет проходить очередной семинар и там будут рассказывать про экзотические культуры список их довольно большой что можно у нас вырастить в средней полосе это и тладианта красный огурец и мелотри шершавая и пепина дынная груша и еще много много всего и вот наверное вам там и расскажут об особенностях разных культур еще будет тема там про томаты про особенности выращивания как с минимальными усилиями получить больше урожай и третья тема будет посвящена юридическим вопросам связано с садовыми обществами да то есть важная тоже тема вот кто хочет пожалуйста 10 февраля приходите библиотеку ленина там до начала занятий этих в 13 часов вот дорогие друзья если что-то осталось неясным если хотите еще узнать о каких-то экзотических культурах задавайте вопросы мы постараемся на них ответить